Ну что, ребят, добро пожаловать на 15 этап Формулы 1 на Грам-при Сингапура. Собственно, те самые изменения в регламенте и затронут они два отдела, шасси и аэродинамику. Те самые два отдела, которые я в данный момент качаю. Ну за что? Ну почему, блин, именно эти два отдела? Почему не ДВС хотя бы? Окей, я согласен, даже все равно два отдела, но хотя бы путь будет это ДВС и аэродинамика. То есть, ну как бы было попроще бы. Я мог хотя бы докачать в теории шасси. Хотя нет, не мог. Тогда бы мне не хватило на адаптацию деталей. Ладно, переходим к самому Ксингапуру. Гонка у нас обещает быть крайне интересной, ведь это же городская трасса, на которой довольно сложно обгонять. Ладно, первая часть гонки у нас будет в сухую погоду, а потом у нас обещают дождь ближе к концу. Но так как это F1 2018, то мы знаем то, что дождь будет где-то в середине, соответственно, надо к этому будет готовиться. И по поводу темпа, его у меня не было. Так как не было адекватных настроек, поскольку у меня не было их изначально заготовленных для Сингапура и России. То есть до этого у меня все время они были. Ну да ладно, стартовая решетка. Первый у нас Лэнс Тролл, второй я, всего лишь на одну тысячную, блин, отстал. Третий Сергей Сироткин, четвертый Маркус Рейхсон, пятый Макс Ферстаппин, шестой Чака Перес, седьмой Карлос Сайнц, восьмой Никакю Климберг, девятый Гранман Граждан и десятый Стабан Кон. Такая у нас топ-десятка, где по большей части нету Феррари и Мерседесов. Кимми у нас тринадцатым смог квалифицироваться, и то из-за того, что у нас Дэн взял штрафы. Мерседес, Вальтри Ботаса не смог квалифицироваться выше третьего сегмента, ну а Феттель с Хэмсоном взяли штрафы. Ну и, собственно, нормальная практика в конце сезона брать штрафы. По поводу тактики я прошел в третий сегмент на гиперсофте. Я думал, конечно, пройти на ультра-софте, попытаться, но время было, разнилось очень сильно. Я, конечно, думал над тактикой, получилась у меня такая немного наркоманская тактика, но потом, в принципе, я ее переиграю. Собственно, да, вы еще видели настройки аэродинамики, и да, честно, вот такие были настройки. В принципе, мне хватало этих настройок на повороты, то есть скорость была в поворотах, но напрямую ее абсолютно не было. Старт у меня провальный, стролл немножко отъехал, серотка начал у меня проходить, но все-таки левый поворот у нас идет первым, поэтому я смог защитить позицию, ну и плюс до первого поворота у нас там метров 150 от силы, поэтому, опять же, он меня не смог опередить. Позади меня также Эриксон очень хорошо стартовал, тут же еще смог поравняться со мной, но из-за того, что, опять же, ну из-за того, что серотка не смог меня пройти, то он заблокировал и Эриксона. Позади у нас также шла борьба у Вандорна, он, опять же, у нас стартует во второй десятке, к сожалению, и, в принципе, он как-то начал более-менее прорываться изначально. Также Заубер неплохо выступает, особенно в лице Эриксона, поскольку он занял нашу четвертую позицию, то есть смог неплохо так квалифицироваться. Обычно Леклер так хорошо квалифицировался, а тут удивил именно Эриксон. Собственно, на первой прямой у нас кое-как Вандорн еще отвоевал позицию у Леклера, и через какое-то время на третьем круге у нас уезжает виртуальная машина безопасности. Из-за того, что у Хюлькенберга происходит прокол колеса, и, соответственно, начинается, как обычно, небольшой хаос. В него начинают въезжать, сначала въехал в него Хас, Вандорн, слава богу, смог обогнать Хюлькенберга без каких-либо проблем, но потом, опять же, вроде бы уже повернул даже Хюлькенберг в Red Bull, и второй хаос тоже въезжает в Хюлькенберга и ломать себе переднее антикрыло. Довольно так неплохо выбил два хаоса из борьбы, поскольку им придется сейчас делать пистоп. Но в теории, в принципе, если они перейдутся, опять же, на второй ультрасофт, то они могут дотянуть до времени, когда пойдет у нас дождь. Собственно, до этого времени у нас происходит какая-то еще борьба, также еще Кимми на том же кругу сходит с дистанции, не ведет Фину, из-за этого он собирает такой небольшой паровозик позади себя, который идет еле-еле кое-как. И причем, кстати, было видно то, что Хас даже не поехал на пидстоп с поврежденным передним антикрылом. Ну, ладно, дело его, в принципе. Потом на пятом кругу мне инженер предлагает сменить много стратегию, поскольку шины у меня немного начали плавиться постепенно, хотя это не так, как было в первых сезонах Формулы 1, когда здесь реально 2-3 круга ты проезжаешь на гиперсофте, и он уже буквально просто плывет. Сейчас это, конечно, пофиксили немного, сейчас он более живучий, не из-за того, что даже что модификации именно, а вот просто реально его сделали таким из-за пары обновлений. По итогу 5-6 кругов, в принципе, он нормально держался, хотя изначально, думаю, задумывалось где-то 7 кругов. Ну, окей, выезжаю, собственно, вместе с Троллом из пидстопа, плюс Тролл уже отрывался на 3 секунды от меня. В какое-то время начал догоняться, соответственно, в предыдущие болиды, потихоньку тем самым возвращался себе патиц, и вот в один момент догнал предыдущего Фетеля, и, собственно, без проблем с ним разобрался. Но потом позади меня появился Сироткин, что было для меня очень плохо, поскольку он еще был на гиперсофте, и темп у меня не было по отношению к Вильямсу, соответственно, мне надо было как-то от него отрываться. Слава богу, подвернулась Форс Индия, которая более-менее его потом по итогу сдержала. Собственно, потом еще Эриксон возвращал себе позиции, и вот позади еще Ван Дорн, к сожалению, ошибается на торможении, пропускает эту пару в предыдущую. И, кстати, выехал Сироткин, и причем он сделал уже второй пид, и выехал он снова на гиперсофте. Довольно наркоманская тактика идти на тактику. Где-то трех пидстоп из них первые два, это, точнее даже три отрезка будут на гиперсофте. Просто толк от этой стратегии, поскольку больше времени будет даже теряться. На 14 кругу у нас уже пошел дождь немного, начали капать капли, я решил, окей, сделаю ранний пидстоп. Я знаю, чем это заканчивается обычно, когда еще не появляется надпись, что ДРС запрещено, и гонка переходит в дождевой режим, но все же решил рискнуть. И благо, мой риск оправдался, поскольку уже выйдя на первую прямую с зоны ДРС, я уже увидел эту надпись. Соответственно, кое-какое время я по отношению к Стролу отыграю, поскольку он сейчас будет ехать немного медленнее, чем я, и за счет этого, опять же, я отыграл время. Ну и, собственно, вот, в тот момент я уже его догоняю, он только выезжает из пидстопа, и по итогу мы с ним поравнялись. Но проблема заключалась в том, что Строла я не мог так легко обойти. И напрямую, он от меня отъезжает, в поворотах я, наоборот, его только догоняю. Соответственно, все время ситуация сводилась к тому, что именно только в первых поворотах я был к нему довольно близок, а вот в остальных моментах от него отставал, и, соответственно, приходилось это все время нагонять в поворотах. Так, конечно, в трон секторе я более-менее это нагонял в быстрых поворотах, но все равно, вот, примерно вот так вот у нас выглядел банальный круг со Стролом. То есть я еду за ним, он всячески пытается от меня оторваться, но не может, потому что в поворотах я быстрее за счет как раз-таки настройки для именно дождя, поскольку именно эти настройки оставил с тем, что будет у нас дождь, опять же, в середине гонки, именно, а не где-то в конце, как у нас было написано. Хотя, вспоминаем, Монако тоже там обещали дождь в конце гонки. Конечно, да, он был тогда, но он был прям за несколько кругов, и тогда моя тактика почти потерпела поражение, когда я там на одном ультрасофте пытался от старта почти до финиша в нем доехал, но вот пошел, слава богу, дождь. По итогу, как я говорил ранее, мы так ехали в большую часть гонки, и спустя 5 кругов примерно мне это надоело, я решил уже начать действовать. И был один только момент, где я мог действовать, это только вот первые 2 поворота. Именно в этих поворотах мы были ближе всего к друг другу, дальше уже он оторвался, я его догонял. Собственно, да, довольно агрессивно вошел во внутренняя часть поворота, где он оставлял немного места, и прошел его. Но на этом все-таки все не кончается, и пришлось там еще побороться немного напрямой. К концу гонки, стрелл решил сделать пидстоп за 4 или 5 кругов до конца, взять новые промежутки, и по итогу отстал к меня где-то на секунд 15 из-за пидстопа. Благодаря этому первая позиция все-таки, хотя ожидал, конечно, я того, что мы можем приехать именно на ней, поскольку темпа не было, и я полагался в основном на погоду. И только благодаря именно дождю я смог выиграть этот этап, поскольку в сухих условиях, я думаю, мы проиграли бы Вильямсу просто из-за того, что не было у меня оптимальных настроек под этот этап, поэтому приходилось как-то вот вы хотите за этой ситуацией брать там сетап из Монако и более-менее чуть-чуть корректировать именно для этого этапа. По итогу у нас на первом месте, на втором у нас Лэнс Тролл и на третьем Маркус Эриксон. Опять же, из-за того, что Серовский у нас сделал слишком много пидстопов по своей интересной довольно задумке, он не смог приехать в тройке лидеров. Но, в принципе, то, что показал Эриксон, меня довольно удивило. Все-таки не часто ты увидишь то, что из-за оберов именно Эриксон приезжает на высокую позицию, а не Леклер. Если я увидел бы Леклера, я бы даже не удивился, если честно. Но, окей, имеем, что имеем. По поводу модификаций, все, больше заказывать модификации я не буду, поскольку надо все это дело адаптировать, и адаптация будет каждого отдела стоить мне где-то по 2-3 тысячи ресурсов. По крайней мере, в Ардинамике уж точно, так как у меня еще делаются две модификации. Ладно, на этом, ребята, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до скорой встречи, пока-пока. Продолжение следует...